Даниил Даниил. Кто его не знает, это Даниил. Итак, вот тебе Тора, которую ты будешь читать. Все. Мы знаем, что ты выучил все, что нужно. Итак, друзья, прошу внимания. Шабадшалом, дорогая община. Давайте встанем и помолимся. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Который выбрал нас из всех народов и дал нам свою Тору. Благословен ты, Господь, дающий Тору. Аминь. Итак, недельная глава Торы, Второзаконие 16.18 по 21.9. В этой недельной главе Господь через своего пророка Моисея обращается к своему народу и Израилю и дает наставление судьям, чтобы они правильно судили, судили без взяток и не смотрели на личности. То есть, богат человек или бенин. Для судей не должна быть разницы. Моисей говорит о каре Божьем, о теме, кто сделает себе идола из дерева. К сожалению, мы видим этих идолов сегодня в нашем городе, сковажившихся от оберегов и амулетов. Еще Моисей говорит, что Израиля будет Еще Моисей говорит, что у Израиля будет царь, которого изберет Господь, и он будет израильтянин. Цитирую. Из ряды своих поставь над собой царя, не можешь поставить над собой иноземца. Отсюда мы знаем, что царем был первым поставлен Саул, после него Давид, Соломон и так далее. В этой же главе мы читаем, что левиты должны нести служение Богу, что Бог не даст землю левитам, а жить они будут за счет части приношения израильтянам и для Господа. А жить для Господа. Цитирую. Удела же не будет ему между братьями моего, и сам Господь удел его. Центральное место в этой же главе занимает пророчество про Мессию, которое я и буду читать. Хочу заметить ваше внимание, что пророк будет поставлен из среды братьев своих. Из среды братьев своих. К этим трем словам, которые встречаются в этой главе трижды, я еще вернусь позже. Итак, Тора Дворим, или Второзаконие, 18 глава, с 15 по 18 стих. Как меня воздвигнет тебе Господь Бог твой, его слушайте. Так как ты просил у Господа Бога твоего, прихорив в день собрания, говоря, Да не услышу предглаза Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу боли, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили, я воздвигну им пророка и среды братьев их, Такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю. Итак, почему именно пророка и среды братьев из братьев твоих? О ком идет речь? О каких же братьях? Для этого мы вернемся в Бытие, 17 глава, с 18 по 20 стих. И сказал Аврааму Богу, и хотя бы Измаил был жив при лицом твоим. Бог же сказал, именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ей имя Исаак. И поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомство его после него. И о Измаиле я слышал тебя, вот, я благословю его, и возвращу его, и весьма-весьма размножу. Двенадцать князей родятся от него, и я произведу от него великий народ. Господь поставил завет вечный с Исааком, а Измаила он благословил и сказал, что произведет от него великий народ. Здесь, в 20 стихе, слово народ звучит гой, что в переводе это народ не еврей, иноверец, язычники. Что же мы читаем в книге Левитам, 26 глава, 12 стих. И буду ходить среди вас, и буду вашим богом, а вы будете моим народом. Здесь слово народ звучит ам. Ам, как переводится народ, люди, племя, вместе. Отлично звучит на украинском языке. Люд, як и разум, гурдам, то есть вместе. Вы заметили разницу? Ам, народ, и гой тоже народ. Только один народ, ам, не еврей, те, кто следует за Богом, а другой, не еврей, то есть иные народы. Ам, это именно тот народ, который назван Израиль, который стоял у горы Хариф и слышал голос Бога. Не только один Моисей, но и весь народ. И было написано 600 тысяч воинов. А если почитать детей, жен, матерей, пожилых людей, то где-то трех миллионов человек. Об этом написано во Второзаконе, 5 глава, 23 и 24 стих. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, то есть к Моисею, все начальники колен ваших и старейшина вашей, и сказали, «Вот показал нам Господь, Бог наш, славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня». Тут написано, «Коль эйт шамат», что в переводе «голос вы слышали». Да-да, именно голос вы слышали. А кто бывал на стадионе «Черноморец»? Поднимите руку, давайте, не бойтесь. Так вот, 3 миллиона человек, это как 100 полных наших одесских стадионов. Или 10 тысяч наших полных залов, где мы сейчас с вами находимся. Так представьте, 3 миллиона, и все эти люди, израильтяне, слышат голос Бога, как гром, как звук труп, и никто не может его переключать. Это, наверное, страшно. И именно этому народу евреям сказано во Второзаконе, 18 глава, 15 стих, «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой, его слушайте». Ни о каком другом народе, кроме евреев, тут не говорится. Если вы откроете Бритка Даша, Новый Завет, то прочитайте, что пишет апостол Иоанн в Евангелии от Иоанна, 6 глава, с 11 по 14 стих. Иисус взял хлебы, а было там 5 лепешек и 2 рыбы, и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, так же и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимся у тех, которые ели. Тогда люди, а были-то израильтяне, а было их 5000 людей, человек, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должна прийти в мир». В этой же книге Иоанна, 20 глава, 17 стих, сам Иешуа Машея говорил Марии, «Иди к братьям моим и скажи им, воскажу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Апостол Петр вспоминает евреям о нем, о Иешуа Мессии. В книге Деяния, 3 глава, с 22 по 26 стих, о том, что Моисей говорил Израилю, «Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших», и что все пророки от Самуила и посленников говорили об этом также. В 13 стихе этой главы конкретно Петр говорил евреям в храме, что этот именно тот, которого поставил Бог отцов ваших. Посмотрите, что написано в послании евреям, 2 глава, с 11 по 12 стих. Да-да, именно евреям, ибо и освящающие, и освящаемые, все от единого. Поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя Твое, братья моим, посреди церкви воспою тебя». И сам всемогущий Бог в Евангелии от Матфея, 17 глава, с 1 по 13 стих, в 5 стихе говорит на горе Петру, Иоанну, Иакову, «Облако светлое осенило их, и сеглас из облака глаголющий, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение, его слушайте». И я вам скажу, что в Брит-Хадеше, то есть в Новом Завете, больше, чем я знаю и прочитал, исполнишь свое пророчество о том, что Ишума именно тот, кто был обещан еврейскому народу, своим братьям по крови, на горе Хариф. Именно он является, Господь Иисус, является спасителем сначала Иудеи, потом и Елену, то есть не Иудею. Так и получается, что Ишуа Иисус и есть тот, о ком говорится в книге Дариф, второзаконие, 18 глава, 15 стих. «Он не шумаше, брат своему народу, евреям, Израилю, никто другой, кроме Него, только Он. И я принимаю Его своим спасителем и Господом. Благодарю Его за то, что спас меня. Иисус, Ты мой Господь!» Та божаю закинчить словами мені, на рідній мені мові. Друге псалом. Шануйте Сына, щоб Він не розгнівався, і щоб Вам не загинути в дорозі, бо гнів Його незабаром запалиться. Блажені усі, хто на Нього надіється. Амінь! І так, Данил. Друзі, не всякий чоловік на трех языках способен подготовить комментарий Торы, правда? Но, тем не менее, Он смог. І дуже добре. Я думаю, що в будущем ми тебе ще не раз увидим за цей кафедрой. І я думаю, що тебе настільки понравиться, що це стане твоєю професією. Дай Бог. Амінь! 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 І так, друзі, я хотів би пригласити родителі сюди. Сейчас. Пожалуйста. Я верю, що у вас є, що сказати. Да, свершеннолетие, почти. Ну, ну да. Валентин подошел перед служением, і говорив, що воноєтесь, жена говорить, що не. Ну, да, да. Я говорю, що не, а зараз наоборот. Дякую. Господь, я благодарю Тебя за те, що ми дожили до цього дня, за те, що Ти нам його дам. Я хотів там помолитися, його благословити, але я його завжди благословляю, молюсь. Я хочу, що-то наоборот, все. Щас вспомнилася історія, коли Господь нам його дам. І я смотрю, Оксана, його показується окошко, я тоді не міг приїхати вовремя. Але приїхав, смотрю, що таке, якобутно він вчора з солярия вышел, тільки такий маленький, і чорний-чорний, з чорними глазами, чорний-чорний волоси. Я кажу, що це не наш Сын. Але це було таке претенування, що вони всі у нас одарені, і кожен свій дар, він теж імеє свій дар. Господь, я благодарю Тебя за те, що Ти його благословляєш, і тепер вже, як муга Твоєго Божього, за те, що Ти його привив к своєму дереву, к Тебе, Ішуа, і пусть його плоди будуть огромними, і їх буде дуже багато, вимешу, амінь. Даня, да благословит Тебя Господь і захоронит Тебя, да презрит Господь на Тебя і помилує Тебя. Добритет Господь своє лицо на Тебя і дасть Тебе мир. Амінь. Амінь. Я хотів би попросити братьев підійти сюди, тих, хто служителю. Ви знаєте, традиційно цей молодой юноша становиться частиною взрослого мужського обществу. і він покидає маму, покидає, ну, ви понимаєте, да, образно покидає маму, тому що по-прежнему вони ще живуть вместе, але тем не мене. Покидає женський коллектив, становиться частиною общини, частиною мужського состава общини, частиною тех, хто несет служення, тех, хто несет Тору, читає Тору. І ми приймаємо Тебя, наше общество, і хотіли би благословити Тебя. нове поколення всегда знаменательно для любой общины. Кирилл, взяти на хороше такое внимание. Амин. Благословен Бог Отцов наших, даровавший нам Свої заповеди, давший нам Міссю Ішуа і Дух Святой здесь, на земле, сейчас. Семьи, которые у нас є, дітей, которые ми виспитуємо. Благодарна, Господь, що ми дожили до сего дня, коли видим нове поколення, стояще у Тору, наслаждающееся этим присутствием Твоего Слова. Ми благословляємо Данила іменем Твоїм, іменем Бога Авраама і цаха Якова, Бога Сильного, Бога, Который любит, піднімає, утверджає, проводить через трудности, на Бога, Которого наділись наши отцы, наши родители. Благословляємо Данила, Господь Бог наш, щоб він возрастав в Тебе, в Слові Твоєм, познавав Тебя, знав Твої пути, исследував, Господь, і сполняв його. Просимо, благослови його. Господи, в кругу мужчин, знающих, читающих Тору, щоб він також возрастав з цим познанням глибини Твоєго Слова. Спасиба Тебе за Данила. Благодарим за родителей, які вас спитали. Ми просимо, благослови. І, братьев, і сестер, щоб цей дом, в якому світ Твой, завжди служив перед лицем Твоим. Аминь. Вас туже поздравляем. Поздравляем. Итак, є в нас ще одна еврецка. Ви хочете, да? Да, пожалуйста. Братя, можете не уходить. Дорогой Даниил, ти вирос на моих глазах. Пришел уже сюда рожденным. Но вирос на моих глазах в детском служении. І ти счастливий чоловік. Ти родился в семье, в которой любят і прославляють Бога. Ти пришел в семью нашу, в общину, которая любит і прославляє Бога. Поэтому, ну, можна от імени детского служения? Можно, можно. Прими благословение. Вот. Благословение из книги Ефесянам шестой главы. Послушай. «И, конечно же, ты возьмешь во всеоружие Слово Божье, облачишься в броню праведности и обуешь ноги в готовность благовествовать мир. Возьмешь щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмешь, и меч духовный, который и есть Слово Божье. Ты скажешь, что... Ого! Это большая ответственность. Да, большая, но время летит быстро. Ты скоро вырастешь и сможешь все это сделать. Держи. Друзья, давайте встанем все вместе. И я попрошу братьев, присаживайся. Четверо крепких братьев. Просим вас. Итак, Мазалтов, друзья, Мазалтов, давайте воскликнем все вместе. Симатон, Мазалтов, Симатон, Мазалтов, Дагил, новый мужчина в нашей общине, Мазалтов. Симатон, Мазалтов, Симатон, Мазалтов, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok